Всем привет, наши дорогие зрители! Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе Артемка, Родиончик, Мирончик, Настенька. Мы сегодня вместе с вами приехали посмотреть поселок, который называется Архипа Осиповка. Сегодня здесь погуляем, посмотрим набережную. Если море позволит, возможно, я искупаюсь. Посмотрим, как здесь поселочек подготов к сезону. Мы здесь в первый раз были только проездом, ни разу не видели, как выглядит набережная. Поэтому очень много сегодня интересного будет в этом видеоролике. Вы поддержите выпуск, поставьте лайк, пишите комментарии. Если здесь отдыхали, то, конечно, делитесь своими впечатлениями также в комментариях. Погнали! Мы здесь нашли вот такую парковку. Здесь припарковались, здесь, значит, стоит памятник, вечная память героя павших в боях за свободу. И, соответственно, в Геленджике вот такая стоит стела, где указаны не фамилии, а именно фотографии всем людям, которые, видимо, воевали. Здорово! И также здесь есть дом культуры. А мы будем отправляться вон в ту сторону. Я нашел главную улицу в Архипа Осиповке. По ней будем идти. Там есть что посмотреть. Перед нами появляется указатель улица Пограничная. Собственно, мы туда сейчас и будем двигаться. Я так понимаю, это такая главная улица, на которой находятся всякие парки, дельфинарии. В общем, все такое для тех людей, кто приезжает в отпуск. Архипа Осиповка, кстати, находится в интересном месте. Посмотрите, ее просто огружают хребты. Вообще со всех сторон. Идеально. Вот идеально, как нужно. И там, соответственно, тоже горы. А здесь начинается такая сосновая аллея моих любимых сосен. Отправляясь в этом году в отпуск, конечно же, нужно подумать, где забронировать жилье. И какое забронировать жилье. К сожалению, с нашего рынка ушли такие гиганты удобные, как Booking и Airbnb. Лично мы, которые всегда рекомендовали, которыми сами, конечно же, пользовались. Но сейчас мы готовы порекомендовать вам новый сервис, который очень удобен и очень сильно напоминает Booking. Это Островок. Заходите на сайт, либо в приложении, выбираете город, куда вы поедете. Выбираете стандартно даты и количество гостей, кто поедет. И вам выпадает список всех отелей и гостевых домов, которые есть на ваши даты. Очень удобная сортировка по возрастанию цены, по убыванию цены, различные фильтры по районам и так далее. В целом, сервис очень удобен. Выгодную ссылку на этот сервис мы оставим в описании под этим роликом. Просто кликайте, переходите и бронируйте жилье еще выгоднее, чем просто на сайте. Мы пока идем и такая сплошная тишина. Вот вообще никого нет. Ну вот парочка нам идет навстречу, а вот еще одна парочка. А в основе людей нету. Конечно, я думаю, что летом здесь просто трындец. А сейчас вот так вот максимально спокойно и можно действительно понаслаждаться этим поселком. Мы такие двигаемся и я тут голову поворачиваю. Посмотрите, как красиво сделали на доме. Вот так вот на специальной такой решетке высадили глицинию. Вроде правильно сказал название. Видите, какая красота. Она создает, во-первых, тень, во-вторых, от нее идет такой приятный запах. Красота. Стоит скульптура акули. Не знаю почему. Красивая мельница. Это какая-то гостишка. Тоже цветут еще различные деревья. Мы спускаемся вниз. Здесь, видимо, какой-то музей, судя по забору, по кушке. Так, сейчас попробуем на эту сторону перейти. Мы решили перейти дорогу. И здесь есть такая схема города. Вообще, что здесь находится. Да, интересно. То есть, в принципе, вот небольшой поселок, всякий океанариум. Эфелевая башня стоит. Вот сейчас зайдем, посмотрим. Вот она, мельница, где сейчас мы. Музей хлеба и вина тоже здесь находится. Так, музей космонавтики, музей хлеба и вина, кианариум, парк динозавров. Эфелева башня. О, как истрика большая она. Сейчас дойдем. Там дом вверх дном. Эко-деревня раздолье. Этномир Кавказа. Так, историко-энтографический музей. Дельфинарий. Вот про забор, который я вам говорил. Вот он так интересно сделан. Здесь какие-то, типа, такие вышки. Видимо, здесь что-то устраивает. И вот пушки, про которые я тоже говорил. Такое большое-большое поле. Не знаю, для чего оно. Какое-то футбольное. Больше похоже на футбольное. Там уже море. Вон там видна уже набережная. Горы. Красиво очень. Мне очень нравится то, что поселок еще находится в окружении гор. Конечно, это огромнейший плюс. Пушка, цветочки. И вот, собственно, сам музей. Пасть. Акулы. А, там, видимо, дельфинарий. Здесь снова стоит мельница. И здесь получается такое кафе. Но пока не работает. К сожалению. Растут пальмочки. Ёлочки. Наши детишки. Вон, фотографируются. Жаль, что закрыто все. Не знаю, что они не работают. Вообще, туристы пока не едут. Не знаю, когда здесь сезон наступает. Сап-прокат. Отдельный домик. И на этой стороне тоже. Даже продукты закрыты. Я вот иду и говорю, что-то кушать уже охота. И в итоге купить ничего негде. Ух ты. Видите, какая красота. Что-то стекло какое-то. Интересно. И вот в такие шары закатаны. Двигаемся дальше. И тут перед нами аквапарк. Есть. Вот, видите? Еще, значит, здесь такой холмик получается. И тоже на горе стоит крест. Так, фасоль, магазин сетевой. Работает. Так, столовки пока все закрыты. Ничего открытого нету. Вон я вижу колесо обозрения. И, видимо, как раз возле колеса обозрения есть Эмфелева башня. Нос торчит. Ну, если это она, то на самом деле очень она высокая. Так, а вот столовая работает. Кафе. Так, ладно. А вот эта сторона, видите, закрыта. Какая-то тоже столовая. Закрыта. Да, здесь палатки закрыты все. Так. Кто здесь отдыхал, напишите, пожалуйста, в комментариях, какое время здесь можно увидеть людей. Что прям была движуха плотная. Сейчас посмотрим, может быть, сегодня погода такая классная. Погода такая лягушка. Хорошо. Да, здорово. Может быть, люди все сейчас на море. Купаются, отдыхают. Но просто сам факт, что закрыты заведения. Минимум открытых. Мне кажется, вот летом вот здесь июль, август, вообще движуха. Вот прям вот именно на этой улице. Здесь прям музыка играет. Ходят довольные люди. Ну, пахнет мне какая-то часть открыта. Закрыта тоже. Манты 270 рублей, 3 штуки. Единственное, манты 270 рублей, 3 штуки. Единственную цену я увидел. Японская кухня закрыта. Японцы, видимо, еще не приехали. Так. С этой стороны тоже вот все закрыто. Детвора сейчас будет мороженое лопать. Ну, смотри аккуратненько. Где сейчас эти справа? Вот он, вход в парк Малибу. Правда, там так сильно играет музыка. У нас сейчас Мирончик спит, поэтому пока туда не пойдем. А вот здесь уже ближе к набережной. Вот палатушки пооткрывались. Что-то там все по 20, все по 30. Магниты. Шашлык. Фрэнс. Столовая. Вот всякие надуважки, зонты. Слушайте, передается сейчас вам через камеру, а вот это летнее настроение. Когда ты просто приезжаешь, вот так вот идешь. К набережной, к морю прям. Слоняйчик. Класс. Вообще класс. Посмотрите, вот все. Поехали в компалаху? Да, на самом деле, глаз реально соскучился вот по вот этим всяким панамкам, очочках. У-у-у, смотрите, какая красота. Все, все, что угодно. Так, Настенька там в поисках еды. Ну, потихоньку-потихонечку уже все здорово. И вот мы попадаем на набережную. Здесь тоже уже играет музыка, кафешечки, продукты, каша, кашалот. Столовка работает, там даже сидят люди, есть блины. Тоже, кстати, функционирует. Шашлык, легенда. О, какие здесь запахи. И вот она, набережная. И вот мы, кстати, сейчас прям попадаем на центральный пляж. Черноморская рыба. Так. Анечка, какая красотища. У-у-у. И самое главное, горы справа. Музыка. Посмотрите, все, люди уже довольны, им уже хорошо. Красотища. Но пляжи пока пустые. Ну как пустые, слушайте, прилично людей на самом деле. Атмосферка, вот, откупается. Мутноватое море. Или мне так кажется? Сейчас подойдем поближе. Там дикие пляжи уже начинаются. Пока Настенька нам покупает шаурму, прогуляемся по набережной. Пока сходим туда налево. Вот, посмотрим, как там. Погнали! Вот, можно заметить, что на пляжах даже пока еще лежаки не стоят. Вот эти теневые навесы тоже пока еще не подготовлены. Тенек, то есть, на них пока не сделан. Столовая пока не работает. Мини-маркет тоже не работает. Но какие-то вот кафешки уже функционируют. Пока вот так вот малолюдная. Дальше, кстати, постройки такие прикольные начинаются. По греческий стиль. Это, кстати, тоже столовая. Внизу, я так читаю, шведский стол от клуба, кафе, альбатрос, вход свободный. Что-то написано. Так, здесь делают тату. И, видимо, сладкую вату. Ой, оно вечером. Здесь, наверное, вот это все подсвечивается. Видите, гирляндочки висят. Правда, что-то они какие-то потрепанные. Трепанные, надеюсь, подтянут, сделают. Набережную покрасили, так же, как в Геленджике. И вот эти белые навесы тоже все покрасили. Молодцы! Готовятся к сезону. Ой, это что такое красивое здесь? Посмотрите, какой храм. Сейчас посмотрим. Курение и распитие спиртных напитков на набережной запрещено. Представляете? Я, кстати, такого ни разу не видел. Видел, что на пляжах запрещено. А чтобы вот так вот на набережной первый раз. Это получается, что кафешки не могут продавать алкоголь, что ли? Так, я не пойму, что это за территория вообще какого-то... Как будто какого-то отеля. Вне пляжа, в купальниках находиться тоже запрещено. Вот так вот, представляете? Здесь еще стоит такой типа корабль. А-а-а, вот, табличка, смотрите, детский парк. Но как-то по внешнему виду то ли он еще строится, то ли еще пока не открылся, и он реставрируется. Ну, в целом, выглядит очень даже забавно. Вот таких слонов нам сделали. 200 рублей. Блины и чебуреки по 140, по 145 и выше. Цена. А тут огромный слон, шаурмань давно хотели. Дома, короче, лень никак не можем сделать. Так и тяжелая, она реально. Она реально тяжелая, здоровенная. И вроде вкусно. Но причем парень так делает, я смотрю, все такое чистенькое достаточно. Ну, как бы вызывает доверие. Но главное, чтобы мясо было нормальное. Вот он вход на центральный пляж. Сейчас покушаем и будем исследовать уже непосредственно ту часть. Делать петелу из банана. Вроде бы молотовый рыжик. А что ты молотовым? Реально вкусная. Реально вкусная, я везем. Класс. Слушайте, ну, шаурмеха очень вкусная. И естественно, очень сытная, потому что она просто огромная. Кстати, там, где мы шаурму покупали, там и еда дешевая. Ну, типа, суп, борщ 70 рублей стоит. Пюре с картошкой. Сколько ты говорила пюре с картошкой? 180? То есть, ну, нормальная цена. А еще хочу показать вот что. Здесь есть такое заведение. Называется Лучшие Чебуреки. Посмотрите, какая там очередь. Достаточно назвать просто кафе, что вы лучшие на этой набережной. И все, и у вас очередь. Вот такой вот лайфхак. А в целом, слушайте, вот мы еще здесь, конечно, сейчас будем гулять. Но в целом, поселок, вот его часть, вот эта туристическая набережная, очень классная. Купили в этой палатке мы еще чаечек. Но на самом деле, я хочу сказать, что цены и атмосфера вот здесь на набережной прям очень радует. Вот даже хочется прикатить сюда летом и попробовать здесь сколько-то дней провести. Сейчас мы решили пойти, посмотреть, что здесь за парк. Ну, конечно, такой пустоватый сейчас. Видимо, вон уже, это, Теофелева башня виднеется. Но зато, знаете, как не натыкано палаток широко. Как говорится, можно дышать. Колесо обозрения. Монако, это что, не знаю. Стоит глобус. И по неволе хочется сравнить. Где-то мы, короче, видели в поселке, я уж не помню. Глобус был за забором почему-то. А здесь вот открытый глобус, дельфинарии с такой трибуной. Вот, когда, видимо, прыгают дельфинчики, можно прямо отсюда наблюдать за их трюками. Но мы просто не любим такую всю историю. Вот, поэтому в такие места не ходим. Игрушечки, вот фонтанчики, парк Малибу, колесо обозрений. Дальше вот это торчит Стелла, это качельки такие специальные. Самолет, 3D кинотеатр. Это что, Тир, какой-то там осьминог. Слушай, здорово. Ну вот прям здорово. Широко, хорошо, скульптуры. Классно. Вот такая теневая зона с детскими развлечениями. Я хочу дойти до Эфелевой башни. Вот, как говорится, в Париже не были. Но хотя бы здесь. В Кабардинке тоже стоит башня. Но, конечно, в разы меньше. Здесь она прям такая большущая. Стоит еще самолет. В него садишься, видимо. И погнали по аттракционам. Кто поймет, кто в теме. Это этот самолет Virgin Galactic. Так, прыгунки. А, вот, это океанариум. Шары, вот смотрите, уже функционируют. Супер. Так, и вот она. Красавица. Высокая, высокая, слушайте, здоровская. Так, лазить по ней запрещено. Штраф 5000 рублей. Вот, не будем. И вот такая вот эмблемка. Я люблю тебя. Музей космонавтики здесь еще есть. Вот. Дом вверх дном. Вот стоит 200 рублей с человека. И где-то там, видимо. А, ну вот он, музей космонавтики. Прям напротив нас на него и смотрим. Сначала мальчишки раскручивали этому самолету колеса. Сейчас вот на вертолет пришли. И еще хочу сказать, на самом деле, хватает интересных мест вообще просто детворе побегать. А это, кстати, вообще виртуальный планетарий. И где-нибудь в космическом самолете. Верочки одеваешь, и типа погнал. Ну, безумно клево. Я не знаю. Вот, кстати, эти аттракционы крутятся. Вот они, видите? Классно. Вот прям пока только позитивные эмоции вызывает этот поселочек. Поначалу едешь по улочкам Архипосевки и думаешь, блин, что тут делать? А сюда приходишь и такой, вау. Слушай, ну реально неплохо. Я понимаю, что может быть лучше, но мы почти везде были на нашем берегу. И я реально могу сказать, что это неплохо. Даже закралась мысль, а что бы сюда летом-то не приехать? Мы решили зайти в парк Малибу и прогуляться здесь. Посмотреть, что здесь прилагает Архипа Осиповка. Ну вы че, парни? Вечером, естественно, здесь вообще красиво все светятся. Вот эти вот гирлянды. Есть небольшой аквапарк. Прям просто такой лягушатничек. Да, согласен с тобой. Ну да. Да, Настя как говорит, что здесь посовременен даже, чем в Геленджике. Здесь прям как все ново. Вот. Паровозик такой. Короче, здесь такие мусорки очень интересные в виде скульптур. И Родион, естественно, не знал, он там голову засунул, а это мусорка, представляете? Я говорю, ну вообще прикол. Так, че здесь? Здесь вон тачки, еще какие-то такие штуки. Ну, куча всего на самом деле. Сейчас, наверное, детишек на чем-нибудь прокатим. На чем-нибудь одном. Вот не люблю все эти штуки, хочу, чтобы быстрее пацаны выросли, потому что, блин, никуда не пускают. Вот я говорю, надо вот здесь кататься. Сказали, нет, нельзя, с сопровождением взрослого. Я не знаю, вот сюда пустят, не пустят, сейчас надо то, что спросить. Ну, так всегда. Вот там, где хочется прокатиться, их не пускают. А там, где какая-то вообще шляпа, только туда их и пускают. Естественно, короче, опять уходим, не прокатившись. Ребятки, выбрали виртуальную реальность. Это то, что они, в общем, пробовали, умеют. И, в принципе, я вообще за эти эмоции выбрали они вот эту штуку с динозаврами. Выбрали фильм, они немножко неудачный, про динозавров. Темка почему-то не выдержал, видимо, просто переиграл. И чувак ему снял очки, говорит, наьте, типа, мне, мне. Ну, в общем, по разу прокатились. В итоге Темка расстроенный, и больше никакие фильмы, типа, не подошли по выбору. И графика такая, что на самом деле, ну, не вау. И вот есть вот эти новые белые современные. Мы там пробовали, катались, там прям графика классная, как будто ты реально присутствуешь. А здесь все вот это квадратиками, пиксели какие-то. И 300 рублей стоят с человека, ну, не знаю. Мы пошли дальше по набережной. Здесь такие газончики, и все красиво, ухожено. Там такая уже набережная начинается, клумбочки. Есть очень много зеленых скульптур. Сейчас, наверное, где-то дети даже пофотографируются. Качельки установлены, детские электромобили. И вот тут вот надпись из клумб Архипа Осиповка. Единственное, что мне не совсем нравится, то, что это набережная, да, и слева застройка. То есть ты на море особо-то и не посмотришь. Это, конечно, не очень здорово. Но, по крайней мере, идешь, наслаждаешься горой. Вот они, зеленые скульптуры, лежачки, навесики. Красота. Так, смотрите, здесь вот такая вот зона. Есть пирс, есть лежачки, красивые теневые навесы. Но вот в виде вот идешь, и как бы ты это... Вот куда смотреть? Вот, получается, смотришь в эту всю историю. Не очень, вот это не очень здорово, конечно. Мы здесь прошли, в конец набережной. И смотрите, какая здесь широченная река втекает. Эллинги. Там вот куча-куча-куча всяких разных кораблей. Вот, прям шикс заходит, и начинается уже морской пляж. И еще можно, ну, естественно, сюда спуститься. Здесь много рыбаков сидит, рыбачит. Рыбы, кстати, тоже много. Упс. Вон сколько ее. Решили пройтись на пирс. Да, купаются. Я, короче, здесь видел в экране, что типа вода плюс 19 градусов. Но мне кажется, нет, ветер холодный. Вот здесь вот слева открывается шикарный вид. Вообще просто очень красиво вот эти лысые скалы. Не-не, Родион, бегать здесь не надо, сынок. Единственное, что мне не нравится вот эта вся вот история, такая пена образуется. Но вот вся архиповка, весь пляж, как на ладони у нас с вами. Гляньте, какая красота. Вот так это выглядит и людей. На самом деле прилично. Вода, правда, мутноватая. Вон, смотрите, че. Я не знаю, я всегда сейчас чувак нырнул прям с пирса. Зачем он это сделал? Стойте, стойте. А с этой стороны еще одна река, представляете? Впадает в море. Здесь такой хор лягушек. Послушайте. Такая, кстати, она глубокая вообще. Вот там начинаются дикие пляжи. Ну, я вам уже показывал, да? А это получается, и там река, и тут река впадает. Да. Вот такой вот поселок в районе Геленджика. Нам, честно говоря, зашел, и, как я уже говорил ранее, мы бы сюда даже приехали отдохнуть на сколько-то деньков летом. Сегодня не купались, и, к сожалению, я даже не полетал. Нам вернули дрон, мы об этом говорили в прямом эфире, нам его подчинили, сделали луч. Но, как сейчас возникла проблема, при запуске я пытался взлететь. Не работает стабилизация, из-за этого невозможен полет. А я думал, что сегодня будут, наконец-то, кадры из дрона. Сейчас приеду домой, буду разбираться, что с ним делать дальше. Вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, кто отдыхал в Архип-Опусе. И, конечно, напишите, как вам здесь было отдыхать. Мы с вами прощаемся, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok